ФДА Представляем вашему вниманию отчет ФДА о нежелательных явлениях, встречающихся на фоне приема препарата брелинта Тикагрилор. Выполненный анализ основан на сообщениях, поступивших в ФДА. На июль 2017 года ФДА располагает информацией о 9910 пациентах, у которых были зарегистрированы нежелательные лекарственные реакции. Интересно проанализировать наиболее частые побочные эффекты, регистрируемые в разные периоды от начала терапии. В период менее месяца, от 1 до 6 месяцев, на протяжении от полугода до года, от 1 до 2 лет и, наконец, от 2 до 5 лет. Представлена частота побочных эффектов в зависимости от пола и возраста пациентов в возрастных группах от 40 до 49 и старше 60 лет. Все подробности на сайте интернист.ру. Ссылка в описании.